Что-то все равно до конца не понимаю. Соответственно, есть этот ритм-центральный рынок, да? Там, соответственно, есть правление, которые какие-то конкретные живые люди, которые имеют конкретные, соответственно, описания, что он должен и чем заниматься на своей должности. Там совет ринга тоже сейчас еще есть, да? Конечно. Есть совет ринга, то есть целый совет. Целый штат наверняка немаленький. Есть там целый, скорее всего, начальник по безопасности. Если не ошибаюсь, бывший комитетчик, правильно? Ну, и лично незнаком, но... Ну, если я не ошибаюсь, то целый комитетчик, да? И не последний из комитетчиков, только я помню. Соответственно, есть у нас всякого рода полиции. Ну, тем более, у мэра Ригеру, как есть такой инструментарий, как муниципальная полиция. И что при всех этих вариантах, что там невозможно этой территории навести порядок? Я думаю, тут играет роль близость выборов. И какие-то такие действия, которые могут повлиять... Потому что я с тобой совершенно согласен. Ну, давайте, дайте нам просто возможности. Не надо ни совета, ни там, проявляй, ничего. Просто полномочий. Ну, 48 часов, и там всем все в порядке. И везде все в порядке. Разве не так, что ли? Абсолютно, конечно. Все очистится, и все будет хорошо. Конечно, и никаких ни сигаретиков, ни спиртиков, и все это кончается бывает. Ну, если вот во время оккупации как-то с этим справлялись всем, но при свободной-то в латвии сам Бог велел, так сказать. Я все равно не понимаю. Я говорю, при инструментарии, когда там есть правление, совет, муниципальной полиции, своя служба безопасности, кстати, этого ринга. Скорее, 100% здесь должно быть. Ну, конечно, должно быть. Но чем они все занимаются? Ну, если мало, всегда можно нанять еще людей. Чем они занимаются? Чем занимаются? И почему Рейческая дума вообще допустила такое развитие событий? Я вообще никак понять не могу, серьезно не могу понять. Так, Симон нам показывает, что нам осталось 2 минуты, поэтому мы должны отсюда чарить уже. Да, ну, ситуация такая, как старым чемоданом, и бросить жалко нести трудно. Так вроде, да? Потому что, я говорю, теперь здесь не было, я 12 часов разговаривал уже с нашим уважаемым радиослушателем, соответственно, свою передачу, которую я введу. Сейчас смеемся, вот Юра Журавлева подошел попозже, смеемся, да, что мы все время здесь сжали над ремонтом улиц Крещенбород, да? Ну, сколько там откачано, сколько перекачано, и каким качеством идет ремонт. Сейчас уже там посчитали, что там уже 1300 булыжников можно, соответственно, отправить на покой, потому что они уже все, отработали свое. При варианте, при варианте, что генподрядчик этого всего мероприятия, это, соответственно, известная компания Биндерс, да, до сих пор эту улицу, кстати, эксплуатации так и не сдала. Для меня, кстати, когда это сегодня я узнал, для меня это было невероятное новшество. Я не понимаю, как можно вообще бить, осуществлено движение или транспортный поток по улице, ремонт, который до сих пор вообще не сдан эксплуатации. Ты понимаешь, что это? Ну, здание нельзя эксплуатировать. Нет, ну ты вообще-то понимаешь, Рай, нет? Ну, все у нас равны перед законом, но некоторые у нас равнее. Так даже, да? Симон, мы отчаяливаем, да? Все, Симоночки, все, хорошенького, до свидания. До свидания. Мы машем тобой ручкой, знаешь, как вот. Папа. Когда улетал, соответственно, медвежонок, Московская Олимпиада 1980. Ну, не так печально. Мы вернемся. Мы новых встреч. В студии были Эдвин Путти, Эйнерс Грауденч, режиссер программы Симона Литова. Я с вами не прощаюсь.